Пожар на улице 2-я линия произошел 13 апреля в начале 11 утра. По словам местных жителей, этот дом горит уже не первый раз. Пламя разгорелось очень быстро, оно было довольно сильным. В первые же минуты после возгорания очевидцы обратились в службу спасения. Представители пожарной охраны быстро среагировали на вызов и приехали на место ЧП. К месту были направлены пожароспособственные подразделения Рязанского организона пожарной охраны. Взять пожар огневый пожар дом на площади около 50 метров квадратных. В тушении пожара участвовало 4 автомобиля, 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Быстрая реакция спасателей предотвратила дальнейшее распространение огня. Поскольку рядом со сгоревшим 4-м домом, расположенным на улице 2-я линия, есть и другие частные строения, в которых живут люди. Многие дома здесь также построены из дерева. Сгоревший дом, по словам местных жителей, имел дурную славу. Никто не знает, есть ли владелицу здания, но горело оно неоднократно. Он горел уже давно, уже сколько лет прошло, он горел. Тут уже тушили его как-то. И все, и на этом точка. А потом, наверное, хозяева есть. Почему? Потому что вот забивали, вот окна закрыты. Когда горел, и они отсюда вытелились. И все. И вот сейчас загорелся. Местные жители считают, что после первых пожаров жильцы покинули это здание, и оно стало прибежищем для лиц без определенного места жительства. Он уже и стоял, вот это разрушенный, разваленный, очень грязный. Всегда там собирались кто-то, там бомжи какие-то, там очень много мусора совершенно. И вот поэтому, наверное, так получилось. Здесь постоянно помойка. С той стороны было просто страшное дело. Это очень многие люди, я знаю, у меня приятельница здесь живет, они постоянно просили, чтобы расчистили, как-то убрали. Ну, никому, как говорится, это частное строение. Видно, кому-то оно когда-то принадлежало, и принадлежит до сих пор, может быть, земля. Поэтому вот пока безучастность все. Ну, очень нам, конечно, все это неприятно. Как сложится судьба этой территории после разбора завалов, пока неизвестно. Но люди надеются, что здесь, наконец, будет наведен порядок, а сгоревший дом исчезнет со всем находящимся внутри мусором. Пострадавших при пожаре не оказалось. Однако пожарным удалось спасти шестерых маленьких котят, которые находились в том доме. Однако судьба котят до сих пор не определена. Наша съемочная группа не осталась равнодушна к маленьким пушистым котятам. И уже в обед, 13 апреля, они были переданы в приют для бездомных животных. В данный момент рязанцы уже проявили активность и хотят забрать котят к себе домой.